Народное славянское радио Народное славянское радио Незадолго до начала эфира Пришло такое сообщение Я прошу прощения Просто не знаю как быть Сегодня мне необходимо быть в центре Москвы В это время провести передачу Мне нет куда Я мог бы в другое время Так что Вот Второй раз у нас Срывается эфир По той причине Что с интернетом У Юрия Андреевича Нестыковочка На прошлой неделе вторник У нас Произошла та же самая ситуация И в четверг на этой неделе Ну естественно что Мы подстроимся под График Юрия Андреевича И эфир проведем Ну а я не знаю Что мне дальше делать Как с вами Общаться Второй раз отвечать на какие-то Или третий раз Отвечать на какие-то вопросы Но если захотите Могу на вопросы поотвечать Если вопросы будут Если вопросов не будет То тогда я с вами Распрощаюсь И мы вот так В хорошем настроении Под хорошую музыку И расстанемся Давайте я сейчас Поставлю Какую-нибудь Песню Мягкую Нежную Красивую Добрую А вы пока подумайте Если какие-то вопросы Есть задавайте Если нет вопросов То Значит и нету Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Итак Продолжаем разговор Вопрос был в эфире А что эфир уже идет Да эфир уже идет Правда без автора С ведущего Фролова Юрия Андреевича Который Обещался нам рассказать Про причины и цели Индустриализации Коллективизации СССР А поскольку Нету Я предложил Если есть вопросы То задавайте Если смогу То отвечу Ну не смогу Значит не отвечу И вот кое-какие Вопросы К нам уже Сюда В чате Поступают Вот Миколаевич Задал вопрос Здравия Алексея О заговорах Расскажи Калину как заготовить Что можно Из чаги делать Миколаевич Значит Про Калину Как заготовить Я думаю Что огромное количество Информации В интернете Есть Нарезаешь Складываешь Подсушиваешь Замораживаешь Делаешь из нее что-либо Это уже на твое усмотрение Про чагу Я думаю Что лучше всего Задать вопрос Специалистам Которые чагу На себе Испытывали Применяли И на других Тоже пробовали У нас есть Замечательный Авторс ведущий Арират Захар Белинский Он я думаю Нам расскажет Тем более Что же Сентябрь Не за горами А напоминаю Что В первый Вторник В первый вторник Любого месяца Арират Бывает у нас В гостях На радио И рассказывает О том Что он делает Какие у него Наработки Что он Испытал новое Какие получил Результаты И так далее И тому подобное А про заговор В принципе Можно рассказать Заговоры Существуют Разные В зависимости Конечно От того Что Какой результат Хочет получить Человек И В общем-то Какой квалификации Человек обладает В свое время Как-то Были Такие моменты Необходимые Чтобы заговор Реально применять В жизни Я не могу себе Сказать Что я прям Каждый день Эти заговоры Применяю И что я Кого-то обучаю Нет Я вообще Стараюсь Никого не обучать Поскольку Я считаю Что Я все-таки Ничей-то здесь Учитель У меня Немножко Другая Здесь Миссия Задача На этой Земле Поэтому Я себя Учителем Никого Не считаю Но Иногда Бывает Необходимость С кем-то Поделиться Или Что-то Там Попробовать Вот У меня Так Случается Что я Что-либо Пробую Нарабатываю И потом Иду дальше То есть Не останавливаюсь На этом То же самое Было Примерно И с заговорами Когда В свое время Так же Обратились Люди Скали А что с заговорами Как быть Какие есть заговоры Ну и пришлось Там Кое-что делать Пришлось Разбираться В этой теме И Кое-что Там Было Разобрано Сделано Практически Было проверено В том числе Как и Арират И другие Наши Многие авторы Это все Проверялось На себе Ну например Вот был такой случай Ко мне На работу Пришли люди Это было давно уже Пришли люди И мы с ними сидели Разговаривали А я занимался Настройкой Компьютерной техники И Прокладывал В частности Сеть И настраивал Сеть Ну А когда сеть Прокладываешь То необходимо Там Проводки коммутировать И Витую пару Соединять Отжимать И так далее Вот как раз Сижу с ними Разговариваю У меня палец попадает Под нож А они там Она же острая Ну и как таки Крутанул И в общем Себя палец распорол Хорошо Кровь пошла Двое моих знакомых Сидят смотрят на меня Кровь идет А до этого Буквально Мы с ними Разговаривали Про заговор И вот я думаю Ну как раз Вот момент На практике Показать Как работает заговор Ну и что Пошептал Пошептал на палец Кровь остановилась Они изумленно Посмотрели Я говорю Ну вот Увидели Как работает заговор Да увидели Хорошо Причем заговор Был составлен Мною Причем сразу Как вот из головы Он в голову Просто пришел До этого Я на основку Крови Заговор не делал Вот как пришел Так я в принципе Его и воспроизвел Значит суть заговора Какая Недостаточно просто Сказать какие-либо слова Недостаточно просто Что-либо Нашептать В первую очередь Надо помнить Что все в этом мире Все в этом мире Есть мысль И мысль Она всегда Воплощается В некие предметы В некий Некий результат Поэтому Если у вас Есть Какой-то Мыслительный посыл И вы умеете Формировать пространство Вы умеете Формировать энергию И направлять Перенаправлять То в этом случае У вас уже 90% счастья В этой жизни Должно быть Ну в кавычке Я так шучу конечно Вот А заговор В данном случае Помогает Сконцентрироваться На Формировании Этой мысли Формирование Этой энергии Это всего лишь на всего Так называемая Бытовая магия То есть Бытовая магия Заключается Следующим Вы находитесь В точке А Вам надо Прийти в точку Б Вы себе Четко представляете Путь от точки А До точки Б Вы себе Четко представляете Все шаги С точки А В точку Б Их последовательность С какой скоростью Вы пройдете В общем Все что необходимо Сделать Чтобы оказаться Там И самое главное Когда вы начинаете Движение К цели Из точки А В точку Б Это Ни в коем случае Не отвлекаться На что-либо Вот это Есть бытовая магия Она может быть В физическом действии Как сказал я Из точки А В точку Б Надо прийти Ножками На самолете На машине Добраться А может быть В голове Выстраивается Этот маршрут И тогда Все хорошо Все получается Вот Для того Чтобы не сбиваться Для того Чтобы проще было Как раз Заговоры существуют То есть Произносятся Некие слова Которые Помогают Человеку Концентрировать Свои мысли Выстраивать Их в нужном порядке И это все Воспроизводить Причем Для того Чтобы усилить Воздействие Слова Подбираются Правильные Каждое слово Особенно Старинное слово И на своем месте Оно дополняет Очень сильно Работу Заговора Потому что Любое слово Является образом А образ Это тоже Концентрация мысли Особенно Наши Славянские Русские Слова Вот это Надо все Тоже понимать Звуки Также являются Концентрацией Энергии Концентрацией Мысли Концентрацией Силы И когда Воедино Все это Соединяется У нас Получается Замечательная Такая Конструкция Когда Есть Некий План Проект Из точки А в точку Б Шаги Все Просчитаны Когда Есть Мастер Который Готов Будет Это все Проделать И когда Есть Инструментарий Слова Звуки Мысли Формы И так Далее И вот Когда Все Это Хозяин В голове Включается Когда Нет Отвлечения Вот так Вот И Происходит Обыкновенное Чудо Заговор Срабатывает И Все Становится Голубым Зеленым Как Пилось Песенки Также Надо Отметить Что Помимо Словесного Заговора Еще Заговора В Движении В Действии Например Привлечение Еще Каких-то Стихий Огня Воды Когда Не просто Огонь Ставится А огонь Например Обносится Вокруг Человека Или Переливается Вода Применяются Пограничные Состояния Какие-то Пограничные Конструкции Например На пороге Дома Под Косяком Ну и так Далее Заговор Огромное Это уже Заговор Более Сильный И Когда Применять Стихи Он Еще Более Сильный Поэтому Вот Про Заговоры Я Ответил И Думаю Что У всех Кто Об этом Не задумывался Открылась Тайна Золотого Ключика Вы Теперь Стали Понимать Как Работают Заговоры Так Что Дальше Дальше Я сейчас Поставлю Еще Одну Песенку Небольшую Посмотрю Какие У нас Появились Вопросы И После Этого Наверное Мы Продолжим Если Вопросы Есть На них Отвечать Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Да Продолжаем Наш Такой Незатейливый Дружеский Разговор Сегодня Так сказать В одно Лицо Поскольку Фролов Юрий Андреевич Написал Что Он К сожалению Без Интернета Сегодня То Опять У нас Получается Колонка Редактора Ответы На Свободную Тему Вернее Эфир На Свободную Тему Ответы На Разные Вопросы Так Вот Вестник Богов Веди Тему Про Индустриализацию Алексей Мы Поддержим Я В прошлый раз Сказал Что Без Юрия Андреевича Вести Тему Не Буду Потому Что Это Все Так Некорректно Если Был договор Что Он Будет Проводить Тему Значит Он Должен Будет Ее Провести Так Свет А Какие Вопросы Можно Задавать На Любую Тему Да Свет На Любую Тему Задавай А там Посмотрим Если Все В пределах Приличия Насколько Я Это Понимаю То Я Отвечу Ну Если Нет То Извини Я Гриша Алексей Вопрос Сколько Сейчас Слушать Сколько Обычно Бывает Максимальное Количество Подключений На этот вопрос Я отвечать Не буду Не буду Не за Того Что Я Не знаю Сколько Не буду Потому Что Этот вопрос Вернее Количество Может Не так Хорошо Повлиять На Радио Поскольку Есть Определенные Условия Законодательства И много Чего Другого Ну Зачем Нам Это Надо Так Елена Жизни Мира Два Раз Задала Один Тот Же Вопрос Два Раз Задавать Не Надо Надеюсь Что Я Вопросы Все Успею Отследить Алексей А скажите Планируется Пригласить Волхва Велеслава Спасибо Елена Ситуация Вот Такая Если Есть Желание Поговорить С Каким То Человеком И Если Есть На него Выход То Я думаю Что Делается Все Проще Можно С этим Человеком Связаться С ним Предварительно Провести Беседу О том Что А не желаешь Ли Мил Человек Появиться На радио Рассказать Добрым Людям Вот о том То О том То И После Того Как Этот Человек Соглашается И Реально Там Есть Что То Рассказать То Тогда Уже Можно Сказать Я С Факты Или Он Вам Позвонит Или Он Напишет Ну Как Что Понятно Будет Нашим Радиослушателям То В этом Случае Я думаю Что Эфир Состоится Почему Я вот Эти Если Вставляю Я сейчас Объяснил Иногда Приходят Люди Которые Себя Называют Какими-то Волхвами Учителями Еще Кем-то Но Потом Когда Начинаешь Общаться Возникает Ощущение Что Человек Откуда Скащенко Сбежал А справку Забыл Прихватить То Врачи За ним Гнались Чтобы Справку Отдать А он Так Быстро Бегал Что Просто Не Догнали Его Вот Но Может Быть Иногда Такие Возмутители Спокойствия И нужны В эфире Может Быть Иногда Вот Но Если Это Часто То Тогда Может Начать Пагубно Влиять На Людей Поэтому Вот Эти Если Я допускаю Я Не знаю Этого человека Есть Форум Обратной Связи У нас На Сайте Там Можно Написать Через Форум Обратной Связи Письма До Нас Доходят В крайнем Случае Здесь В чате Если Не Получается Уточнить Например Скайп Или Почту И Непосредственно Написать Не пользуясь Формой Обратной Связи Ну Вот Как-то Так Дальше Владимир Размытищ Алексей Почему Не Выкладываете Запись Эфира Когда Гость Не Пришел Эфиров Записи Эфиров Записи Эфиров Мы Выкладываем Но В связи С тем Что Последний Эфир Я ел один Там Были Некоторые Затыки Когда Мне Приходилось Читать Текст И Большие Паузы Были Я Решил Лично Повычищать Эти все Дырочки Поубирать Но Времени Оказалось Несколько Не хватает Поэтому Я Несколько Присестов Сажусь И Вычищаю Эти дырочки Убираю Но Чтобы Просто Дырок Не было Пауз Чтобы Можно Было Как-то Полегче Слушать И Как Только Будет Готово Я Выложу Надеюсь Что Это Будет Сделано В ближайшее Время Кстати По поводу Эфиров Если уж Так Мы заговорили На следующей Неделе Было Принято Решение Мною Единолично Я узурпировал Власть В данном Случае И Стукнул По столу И сказал Все На следующей Неделе Живые Эфиры Специально Не намечались Для чего Это сделано Потому что Начинается Учебный Сезон Начинается Учебный Год И Родителям И детям Надо Как-то Вместе Побыть Надо Первые Дни Сентября Посмотреть Что происходит Да и До сентября Подготовиться Поэтому Лучше Мы не будем Отрывать Записью Эфиров Пускай И детишки И родители Воссоединятся Вот И Спокойно Пойдут в школу Спокойно Займутся Подготовкой К школе Поэтому Эфиров На следующей Неделе Я живых Не планировал Но это Не означает Что Они не могут Они могут Не быть Или они Могут Не случиться Это означает То, что Пока Они не Запланированы Дальше Я Гриша Какие Именно Слова Говорить Надо Это Я так понял Про заговоры Григорий Какие слова Надо говорить Ну Во-первых Существуют Старинные Заговоры Там Если Не хватает Пока Квалификации И Опыта То Можно Взять За основу Некие Древние Слова Некие Древние Заговоры Уже Готовом Виде Другое Дело Что Конечно Не всегда Бывает Самому Возможность Разобраться Древний Это Заговор Или Все-таки Новодел Ну Здесь Я ничем Не помогу Потому что Я не могу Сказать Что Вот этот Заговор Древний Вот этот Новодел А вот Это Не пойми Откуда Принцип Строения Заговора Очень Простой Сначала Произносятся Абстрактные Некоторые Словак Связанные В первую очередь Совершенно вроде бы Не связанные С темой Происходящего То есть К чему Ведется Заговор Где-нибудь Там На море Океане Или летела Галка Или шли Шли Три Девицы Через Мосточек Несли Креницы Ну Что-нибудь Такое Потом Становится Понятно В этом Заговоре Что Происходящее Вроде бы Абстрактное Отвлеченное Оно Привязывается Каким-то Образом К тому Что Происходило Ну К примеру Если Это Шла Кровь То Упали Креницы Разбились Там Потекла Из них Водица Водица Рода Красная Ну И так Далее Как Водица Просочилась Так Она Остановилась Ну К примеру Там Сейчас Я просто Балды Так Говорю Вот И Естественно В заключении Необходимо Некое Утверждение Которое Если Идет От Соединения Чего-либо Плохого То К примеру Отсылание Какую-нибудь Там Под сухую Корягу Под горючий Камень Чего-либо Плохого Что там Изгинет Или Привязка К тому Чего нет Чтобы Это Плохое Что-то искало Это Постоянно Но При этом К людям Не привязывалось Или В современных Заговорах Христианских Например Там Слово Мое Крепко Там И Там Приписываются Какие-то Святые Поручительства Или Божья Матерь Или Иисус Или кто-то Еще И Слово Там Аминь Произносится К примеру В старинных Заговорах Просто Слово Мое Крепко Как Крепо К камень И латырь К примеру Или Как Нерушим Сворожий Круг К примеру Там Тоже Вариант Огромное Количество Поэтому Какие слова Говорить Надо Здесь Зависит От того Что Мы Хотим Достичь Какого Эффекта Нам Нужно Достичь Что Мы Хотим Получить Это Заговор Притяжение Силы Это Заговор Становления Человека Это Заговор Успокоения Энергии Внутри Человека То Силы Выстраивания Или Это Что-то Убирается Какая-то Зараза Боль И так далее Переселяется Куда-то И потом Что-то Отправляется Куда-то Что Уже Не может Навредить Ну Самый Простой Заговор Который Наверное Всем Известен Это У кошки Боли У собачки Боли А вот Такого Мальчика И девочки Не боли Это Тоже Заговор Или Как С гуся Вода С того Тах Вороба Особенно Заговор Делается Когда Поливается Водичка Это Простейшие Заговоры Бытовые На них Известные Большинству Людей С детства Или Водичка Умой Кому-то Личка Умой Личка Сделай И так далее Если Девочка Красавица Если Молодец То Силу Дай Много Что Бери Хворобы Это Все Простейшие Заговоры Которые Применялись Каждый День По Несколько Раз На Дню Особенно Когда Ребенок Или Кто-то Заболевал То Они Применялись Уже С усилением С дополнением Чего-либо Дальше Вестник Богов В эфир Алексея Т. Алексей Как-то Обмолвился Что Спирт Одинаково По химическому Составу Неважно Из какого Сырья Но Существует Еще И Тонкоплановая Структура Негативная Информация Убивающая Генетические Людей Нашей Странный Спирт Гонят Из Китая Там Его Делают Из местной Канализации Также Делают Из нефти Целлюлозы И так далее Такой Спирт Убивает ЦНС Расшифруешь Такое ЦНС Это Подразумевает Центральная Нервная Система Ну Уточни Если Я ошибаюсь Человека Очень Быстро Хотелось Бы Чтобы Ты Освещал Людям Об этой Стране Спиртового Вопроса Давайте Тогда Так Невестник Богов Ситуация Какая Конечно же Есть Физический План Есть Энергетический То есть Силовой План Есть Много Других Планов Мы Когда Говорили Про Алкоголь Про Спирт То Я Сказал Что Любая Формула Спирта Вернее Формула Спирта Одинаково Независима Из какого Сырья Спирт Делается Неважно Из канализации Китая Он Был Произведен Или Из Коровника Которая У вас Где-то В соседней Деревне Или Вашей Деревне Или Из Отборного Зерна Как это Пишут Некоторые Производители Алкоголя Или Из Какого-то Супер Пупер Винограда Неважно Формула Спирта Всегда Будет Одна И та Же Потому Что Бактерии Они Писывают Всегда Одним И Тем Же Потом Это Все Дело Очищается И Получается На выходе Чистая Моча То Что Называется Спиртом Вот Причем Тут я говорю Бактерии Но Бактерии В упрощенном Варианте Конечно же Это Смесь Между Грибками И Бактериями Понятно Что У меня Сразу Мог Тут Начать Поправлять Что Я Неграмотно Не знаю В общем Дрожжи Или Кто-то Говорит Там Дрожжевые Бактерии Называют Неважно В общем Дрожжи Писывают Одинаково Потом Сидело Почищается Выбирается Элитная Моча Классная Которая Потом Распродается Как Какой-то Уникальный Алкогольный Продукт Там Приписывается История Делается Столько-то лет Тогда-то Что-то делали И так далее Это одна составляющая О чем я говорил Химическая Если мы говорим Про энергетическую Составляющую Здесь Уверяю Что Спирт Разрушает Центральную Нервную систему Одинаковый Что он из канализации Сделан Что он из зерна Другое дело Что конечно же На любое Вещество Можно что-то там Наложить Что-то можно добавить Вот Но Спирт Не является Носителем Информации И Носителем информации Являет все-таки Вода Вот Поэтому Если с водой Еще можно поработать И вода Она сохраняет Память И Благодаря ей В общем-то Вся память Здесь На земле Физического плана Присутствует Сохраняется И передается То спирт Разрушает все Поэтому там Что ни накладывай Разницы Особо не будет Можно придумать Различные версии Можно придумать Какие-то страшилки Дополнительные Но на мой взгляд Больше страшилки Чем Разрушение Самого себя Любой Дозы спирта Ну что еще страшнее Можно придумать Вот Если кому-то Хочется усилить эффект То я скажу Да Вот китайцы Покакали Потом Чтобы добру Не пропадать Собрали его Метатентики Вот Или какие-то Мьемкости Перегнали Побродил Там перегнали Вот И все это дело Отправили в Россию Чтобы Россияне Уважаемые Россияне Вот они Это дело Хлебали Китайцы Имели Хороший доход То есть Вырастили продукт Потратили деньги Надо чем-то компенсироваться В туалет сходили Ну не ж просто так Значит потом взяли Из этого сделали спирт Вот хорошо Вот славно А вы умники Пейте пожалуйста Травитесь Уничтожайте себя Уничтожайте свой генотип Ну вот Как-то так Ну что Давайте сейчас посмотрю Какие еще вопросы К нам поступают И поставлю еще небольшую музыкальную паузу Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Итак продолжаем разговор Напоминаю что сегодня у нас По одному из современных календарей 25 августа 2016 года Четверг По одному из старинных 15-й день Месяца завершения лета 7524-го Третьяник Поскольку сегодня Автор-соведущий Фролов Юрий Андреевич Не смог появиться в эфире То мы не говорим Про причины И цели индустриализации Коллективизации СССР А сделали в очередной раз Эфир на свободную тему Общаемся с нашими Радиослушателями Ну как сказать Общаемся Мы Николай Второй что ли Нет Я и мое внутреннее содержание Общается Поэтому мы я не буду применять Я общаюсь Вот И сейчас я возвращаюсь К вопросу Который Перед музыкальной паузой Сюда засунул К себе в чат Сбросил Поскольку сейчас Я без помощников делаю Надо было Василия Васильевича Как-то подключить Но Как-то не догадался Думал что просто объявлю Что не появился Юрий Андреевич Ну и разойдемся А тут вот Раз и Оказалось что Надо отвечать Ну раз надо Так отвечаю Дмитрий Николаевич Вопрос в эфир Здравия всем Сегодня слушаю Свою любимое радио Тут сказка Про купца И батрака Переделана Из сказки О попе Работнике его балде Там купец Отрицательный герой Батрак положительный Почему вдруг Купца Ассоциировали С попом С чего вдруг Переделка Я честно говоря Не знаю Почему Так сделали Во-первых Потому что Не все сказки Которые я Выложил В эфиры Которые соратники Помогали тоже выкладывать Не все Я успел прослушать Вот поэтому Конкретно эту сказку Как-то я И Видимо упустил Но Можно конечно Пофантазировать К сожалению Иногда Некоторые Священнослужители Некоторые Я не могу Говорить Про всех Потому что Я с уважением Отлашусь Именно к священнослужителям Они иногда Напоминают Больше Неких купцов Вот вспомните Да С чего начинается Та же сказка Где Встретился Балда С попом На базаре Шел Поп Там по базару Да Посмотрел себе Там Кое-какого товара На встречу Балда И так далее Вот Иногда Некоторые Так называемые Священнослужители Они ведут себя Примерно так же Как бизнесмены И Такое поведение Мне лично Непонятно Ну и Многим людям Которые Со мной общаются То есть Они торгашествуют Элементарно Какими-то Занимаются Бизнес-проектами Я понимаю Что надо поддерживать Своё направление Что-то Но ведь Надо учитывать Что божественный Промысел На то и божественный Если он Богу угоден То и Будут Складываться Так дела Чтобы Каким-то образом Этот промысел Поддерживался Без Своего Личного Барыжнического Участия Без торгашества Без Покупки Продажи Каких-то там Отравляющих Веществ Или что-то Небогоугодного И так далее Если присутствует Элементарнейшая Торговля То в этом случае На мой взгляд Это уже переводится В такое вот Купечество Купечество И Божественность На мой взгляд Это не совсем Одно и то же Вот Поэтому Если автор Следовал Вот этой мысли Если он Вместо попа Вдруг купца Туда поставил Ну Это на его совести Это его взгляд Я ничего есть Не могу сказать Но видимо Вот он следовал Вот этой мысли Которую я сейчас озвучил Какие-то другие варианты Мне пока в голову Не приходят Скорее всего Из этого он исходил Вот Еще раз говорю К сожалению У нас есть священнослужители Которые Я священнослужителем Назвать не могу У меня есть друзья Священники Из разных конфессий Которые Вызывают у меня Глубочайшее уважение Вот И у нас никогда Не заходит разговор О том Что ты прав Ты не прав Потому что Они служат По совести Как им кажется Они Они делают Как им кажется Доброе дело И на самом деле Люди Которые Вокруг них Находятся Они перестают Злоупотреблять Различными веществами Тем же алкоголем Наркотиками Они берутся за ум Они Начинают Следить за своей речью Они начинают Делать добрые дела Ведь Давайте сейчас Мы начнем Рассуждать Какая религия Или какое Течение Внутри этой религии Более правильно Например Что правильно Кришнаизм Например Или христианство Христианство Или ислам Ислам Или еще что-то Здесь можно бесконечно Разговаривать На эту тему Бесконечно Можно копья ломать Но я оттолкиваюсь От того Если Первое Это помогает Человеку Стать человеком То есть Перестать Произносить слова Не к месту Упорядочить Свои мысли Воздерживаться От дурных поступков Заниматься Чем-то полезным То в этом случае Это все на пользу Это первое Второе Ведь если Мы говорим Что наши предки И наши боги Здесь все обосновывали И все здесь Происходит С их разрешения То в этом случае А почему Я лично Должен протестовать Против чего Были этого Против чего-то этого Почему я должен Говорить что-то Здесь правильно Что-то неправильно Все что здесь есть Оно для чего-то нужно Если Какому-то человеку Ближе Например Вайшнавы Или христиане Или мусульмане Или еще кто-то И это помогает ему Существовать на земле Как человеку То Почему я должен Против этого Противставать Почему я должен Выставать Это есть Это допущено Здесь богами Кто-то скажет Ну как же Вот какие-то там Течения Это же не божественно Вполне может быть Но Если они есть Все равно Это допущено С какой-то целью Богами Почему я должен Против богов Вставать Задача моя личная Я не знаю Какая ваша личная задача Задача моя личная Становиться человеком Познавать этот мир Ведать его Изучать мое место В этой жизни Изучать жизнь Вообще Помогать Разобраться Может быть Своему окружению В чем-то Помочь Может быть Кому-то Построить Что-либо хорошее Доброе Светлое Вот какая задача И Мне например Если так разбираться Пока Особо никто Не мешает Да Были случаи Когда кто-то Пытался мешать Но потом Как оказалось Когда проходили Все эмоции Что это шло на пользу Шло на пользу И мне И общему делу На первый взгляд Казалось Что это вообще Демоническое разрушение Какое-то Какой-то человек Что-то разрушил Еще что-то сделал В конечном итоге Мы увидим Что дело Из этого приобрело Новые качества Оно усилилось Улучшилось Так что Надо памятник ставить Некоторым Демоническим сущностям Которые здесь делают Они помогают Нам стать сильнее Там же Хлюпики Хлюпики не нужны Там нужны Сильные Разумные Сущности Те, которые Готовы за себя Постоять Других защитить Которые понимают Для чего они И что делают Так что Убираем Наверное Всякие Вот эти слабости И так далее Становимся Человеками Азами Артемий Вопросы эфира Есть славянские Сообщества и сайты В форуме С которыми Вы сотрудничаете Можно ссылки Артемий Непосредственно Вот так вот В лоб Сказать Что мы с кем-то Сотрудничаем Я не могу И опять же Не могу Сказать По некоторым Причинам Во-первых Радио является Независимым Это Объединяющая Всех площадок Кто хочет С нами Сотрудничать Те приходят С нами Начинают Сотрудничать Пришел человек Что-то рассказал Сотрудничает С нами Сотрудничает Из какого места Он может Он пришел Он может и не говорить Из какой общины Или С какого сайта Или с какого форума Из какого там Учреждения Он это может Нам и не рассказать Наша задача Дать возможность Человеку выступить Для того Чтобы он раскрыл Тему Вот Если же мы будем С кем-то Конкретно Сотрудничать И Постоянно Это указывать Ну В этом случае Тогда это будет уже Какое-то у нас Прямо Объединение Пока вот Есть конечно у нас Люди С которыми Приятно общаться И С которыми У нас Хорошие взаимоотношения Но Называть их Просто так вот Ну Пока я не готов Опять же По некоторым причинам Которые Я Называл Скользь На вопрос А сколько Нас слушают И В день И сейчас И так далее Дальше Смотрим Следующий вопрос Елена Жизни Мир Алексей Я имел ввиду Черкасова Велеслава У которого Брали интервью Накупал 2016 Благодарствую За ответ Я все поняла Общие правила Радио Да конечно Я ни в коей мере Не хотел Откнуть пальцем На Велеслава Или там на кого-то еще Общение с ним Было очень приятно Мне И Ну это даже видно По записи Как мы общались Там у нас все было На хороших Дружеских отношениях И Я не буду Нисколько не против Если Велеслав у нас Появится в эфире И что-то нам Хорошее Доброе Скажет Так что Ни на кого Я сейчас в данном случае Не показываю Я просто говорю Общую информацию Что иногда Такое случается Приходят люди С которыми Надо разговаривать Очень тяжело С которыми Надо разговаривать Очень тяжело И хочется спросить Мужчина У вас справка есть? Вот Дальше Владимир Заматич Вопрос в эфир От Владимира Заматича Алексей Какие напитки Употребляешь В положительном смысле Этой фразы? Ладно Отвечаю Напиток Это то, что питает Или то, что Напитано Природой И это Эту энергию Эту силу Передает человеку Потому и называется Напиток Поэтому мы разделяем То, что питает То, что не питает То, что разрушает К напиткам Я относить не могу Это лучше всего Называть простым словом Изделие Кем-то сделано Вот Сотворение какое-то Но не напиток Вот А то, что питает Человека Да, может быть Напитком Питать это может быть Как на физическом плане Ну, например Там какую-то глюкозу Человеку Поставляет Какие-то минералы Человеку поставляет А может питать С точки зрения Насыщения Влагой Это может быть Чистая вода Может питать Энергетически Это, например Та же самая Заговоренная вода Заговоренный Какой-то Напиток Ну, какие напитки Самый простой Приятный напиток Это вода С него С него начинается Каждое утро Потом продолжается Перед Любым Перед любой едой За минут 15-30 Вот это вода Причем вода Не Маленькая Там 50 грамм А так Употребляется В большом количестве Грамм У них накопилось Вот об этом Несколько раз Я в эфирах говорил И с Иррадом Когда мы общались И с другими Участниками Нашими уважаемыми Авторами Вот А дальше Напитки какие? Напитки Это могут быть Квас Но не дрожжевой квас Не брага А именно квас Это могут быть Какие-то соки Это могут быть Какие-то Отвары Вот Очень хорошо У нас идет Так называемый Иван-чай То есть Кипрею скалистный Который мы собираем Сами ферментируем И после этого Вот Употребляем его Здесь я могу Пить в большом количестве И Не замечал Собых Каких-то Отклонений Так что Надеюсь Я ответил на вопрос Дальше Следующий вопрос От Владимира Изматича Этот эфир Хоть будет выложен Владимир Изматич Этот эфир пока еще идет Будет выложен Не будет Время покажет Дальше Вопрос в эфир Сергей Краснодар Ответьте пожалуйста Славяне В большинстве своем Любят свою родину И готовы за нее Жизнь отдать Но с другой стороны Власть держащая Власть держащая Наверное так Правящая И на сегодня Класс Мягко говоря Гонит На мой взгляд Своё население На По большей части Славян Гноят А Гноят Да Прошу прощения Гноят на мой взгляд Своё население По большей части Славян И в случае войны Будут Командным звене Не хочется быть Пушечным мясом Как быть Так Поскольку мы на радио Стараемся политику Не затрагивать Я отвечу так Не затрагивая политику Сергей Как быть рабу Когда хозяин Его гонит плетью Когда хозяин Его может продать Когда хозяин Его может отравить Когда хозяин Его может назначить Старшим начальником Над рабами Это На выбор раба А как быть Вольному человеку Когда у него нет хозяина Как быть Вольному человеку Когда он сам хозяин Для того Чтобы Перестать задавать Такие вопросы Не становиться Пушечным мясом И чтобы Кто-то тебя Куда-то не пихал Необходимо Стать Или вернее сказать Быть Хозяином На своей земле На мой взгляд Хозяин на своей земле Это человек Который отвечает За каждую травинку На своей земле За каждый кустик За тех людей Которые на этой земле Проживают Рядом с ним Во всех смыслах Этого слова отвечает И за мерзавцев тоже Чтобы их держать На месте Он тоже в ответе И вот когда он хозяин Кто может быть Хозяином Над хозяином Но только сам он Только царь в голове Вот он и является Хозяином А хозяином Можно стать В том случае Если человек осознает Что это его земля Которая по праву Ему принадлежит Потому что его предки Поливали ее кровью Потому что они дали Возможность Нам здесь Всем существовать И жить Потому что Землю они никогда Не продавали Они были честными И мы такие же Должны быть А для этого Необходимо понимать Кто мы на этой земле Кто были наши предки По каким уставым Устроям Конам По конам Они жили Вот когда вы Все это начинаете Понимать Когда мы Все это Начинаем понимать Вот тогда мы Становимся Хозяинами А если человек Становится Хозяином На своей земле Ну в этом случае У него не может быть Хозяина Другого Все очень просто Изучайте свое Прошлое Изучайте свою Древность Тогда Все будет становиться На свои места Владимир Азметич Задает следующий вопрос Как заставить Супругу Выращивать В горшках На подоконниках Дома Полезные растения А не всякую ерунду И какие растения Владимир Хороший вопрос Как-то я сам Этим задавался Таким вопросом Понял одно Заставить никого Невозможно Что я сделал Я просто купил Большие Ведра Купил Землю Та которая подходила Под растения Которые я хочу выращивать И у меня на подоконнике Растут Помидор Томаты У меня на подоконнике Растут перцы Вот перец Растет Круглый год Он плодоносит Несколько плодов Сейчас он достаточно Уже большой У него там висят Достаточно большое количество Плодов Ну красный болгарский перец То же самое Просто берешь И сажаешь сам А женщина Она начинает Когда видит Когда видит Что в этом есть польза Что это красиво Что это приносит пользу Не надо бегать в магазин За пучком Той же самой петрушки Или Зеленью лука Или Там еще зачем-то Но она просто Это перехватывает Это становится нормой Не надо ничего Кому-то рассказывать Если ты хочешь Чтобы это у тебя росло Просто сделай так Чтобы оно у тебя росло И все А дальше Женщина Как хозяйка Это все примет Но если уж Совсем не примет Значит ты что-то Не то сделал Ты как хозяин Есть мужская мудрость Есть женская мудрость Я поделился с тобой Маленькой долей Мужской мудрости Дальше Наталья Подскажите Подскажите Есть ли в семье Частое раздражение И непонимание Перерастающий скандал С неприкрытой злобой Причина Неприятия себя В своих поступках И своих поступков Некоторых членов семьи И также частое Воспоминание Негативных событий Из далекого прошлого Как можно помочь Ситуацию До восстановления Полной Гармонии и лада Это вообще Тема Отдельной передачи Надо понять Здесь Составляющие семьи То есть Исходные данные Надо знать Составляющие семьи Кто в ней Откуда Когда эта семья Образовалась В каких условиях Где она проживает С кем она проживает И так далее И тому подобное Только после этого Можно о чем-то говорить Но как правило Составляющие Очень простые Вот этих всех неприятностей Это влияние Современной цивилизации На то Что каждый считает Что он крутой И что надо обязательно Свою гордыню проявить Что надо обязательно Настоять на своем Вот Это первое И второе Опять же Влияние цивилизации О том Что люди Члены семьи Не понимают Своего предназначения Первое в жизни А если не понимают Предназначения в жизни То они тогда Не понимают Предназначения По своему полу То есть половинке Одного целого Ведь пол Это не тот пол По которому мы ходим Это половинка Целого Если мужчина И женщина Не создали Единое целое А просто Их Относят К мужскому Или женскому полу Но это беда Вот И здесь можно Из этого Дальше много что Выстраивать Но первопричина Вот как раз В этом Непонимание Кто ты Для чего ты На этой земле Порождает Много чего Негативного И вот тут Начинается Много неприятностей Так ну что Прервемся еще На музыкальную Паузу Как-то у нас Хорошо тут пошла Такая Первая любовь Прозвучала песня Да Любовная такая тема Давайте мы еще Прервемся Послушаем Одного тоже Очень интересного Автора Про первую любовь И нам исполнит песню Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что сегодня у нас На одном из Современных Календарей 25 августа 2016 года Четверг По одному Из старинных 15 день Месяца завершения Лета 7524 Третийник Мы не говорим Сегодня о причинах Индустриализации И коллективизации СССР Как это планировалось С авторством Фролова Юрия Андреевича Мы Проводим Эфир На свободную Тему Задаются вопросы А я Как могу Уж не ругать Пианист Он играет Как умеет Отвечаю на них Вопрос Эфир Возвращаясь К абортам В передаче С Дмитрием Лапшиновым Прозвучало Что карма Это Ничего плохого Это Кнуты И пряники Естественный Механизм Выравнивания Весов Кнуты И пряники Задеяние Человека Отсюда Что получается Что аборты Изнасилования Торговля Органами Убийства И другие Преступления Это не Антиобщественное Явление Достойное Порицание И осуждение В обществе А проявление Самой Регулирующей Божественной Системы Под названием Карма И что Проститутки Медики Изверги Убийцы Являются Неотъемленными Инструментом Необходимым Для восстановления Справедливости В человеческом Быти Так в настоящем Прошлом И будущем Но ведь Жизнь Дается Богами Это проявление Божественной Воли Аборты По сути Являются Все-таки Убийством Ребенка Состояние Его Беспомощности Уточни Мне свою Личную позицию Будь Добр Ну что ж Если тебе нужна Моя личная позиция Я и тебе Ее Выскажу Уточню Значит Я согласен С тем Что говорил Дмитрий И с Твоей точки зрения Которую ты Второй эфир Второй раз Пытаешься Здесь сказать Да То что ты Пишешь Это Все очень Гнусно Погано Плохо Отвратительно На мой взгляд В нормальном Обществе Такое быть Не должно Вопрос Является ли Наше общество Нормальным Далее вопрос Кто допустил Существование Этого общества Не мы ли с тобой Если мы с тобой Это допустили Вот тебе Пожалуйста Для осознания Получай Аборты Проституцию Убийство Торговлю Органами Расчлененку И все прочее Когда это все Прекратится Когда у нас Общество Будет нормальным Да вот Когда ты Лично Этого всего Наешься Насмотришься И когда ты Начнешь Предпринимать Необходимые действия Не с точки зрения Взять оглоблю Пойти мочить Тех негодяев Про которых Здесь писали А делать Общество Лучше Улучшить Себя Своё отношение К этому миру Изменить Свой взгляд На этот мир Понять Кто ты На этой земле О чем я уже говорил Хозяин ты Или раб И вот Только после этого Что-то начнет Меняться Начнет меняться В лучшую сторону И вот тогда Ты отработаешь Ту карму Которая тебя Вынуждает На это все Смотреть То есть Вот эта вся дрянь Которой сейчас Видишь Это мерзота Это как Плевок тебе в лицо Ты это допустил На получай Не нравится Утерся Еще плюем Опять не нравится Утерся Еще плюем А вот когда ты Начинаешь делать А что тогда тебе плевать Тогда плевать тебе Уже никто не будет Тогда и мир Станет лучше Такой взгляд Тебе устраивает Я не согласен С тем Что это Присутствует В моей жизни И я В своей жизни Это убираю Прежде всего Занявшись тем Что не допуская В мыслях Это всего Прежде всего Не допуская Возможности Появления В моем окружении Всего этого Как это я делаю Через самосовершенствование Через понимание Кто я Через Какие-то Добрые мысли Которые Я сею в этот мир Через Ту самую Бытовую магию Которую я говорил Которая направлена На добро На созидание Цель поставлена Ее надо достигать И не важно Что тебе больно Плохо Не важно Что ты Там Не выспался Не важно Что у тебя Не хватает денег Не важно Что у тебя Там может быть Даже где-то Продуктов не хватает Ты это должен делать Ты должен Ты за это взялся Взялся Загушен И говори Что не идешь Назывался груздем Полезай в корзинку Я надеюсь Разъяснил Свою личную позицию Вопрос в эфир Что вы скажете На жидейские сказки А что я могу Сказать про них Ну есть они и есть А что мне Про них говорят Меня интересует Вообще все Что связано С нашим Наследием С нашим Прошлом Поэтому Меня интересуют Наши сказки Меня интересует Наша мудрость Наше наследие Вот про это Я могу говорить Очень долго Про сказки Которые принадлежат Кому-то другому Не относящиеся К моим родам Я про это говорить Не хочу Пускай про это Говорят другие Это их дело Это их наследие Это их Образ жизни Вот смотрите Ведь Часто Мы Как-то Привязываемся К одной Какой-то Теории И начинаем Друг с другом Спорить Правильно Это теория Которую я Представляю Или правильно Та теория Которую Другой Представляет Правильно Ли То что Говорит Какой-то Другой Народ Или неправильно Забываем Про то Что Здесь Земля Это очень Большая Школа Где Множество Классов Можно Множество Различных Вариантов Обучения Воспитания И то что Подходит Одному То другому Может быть Смерть Как помните Что русскому Хорошо То немцу смерть Помните Такая была Присказка Еще В дореволюционные Времена Каждый народ Имеет Своих Наставников Своих Богов Сейчас так Получилось Что Как-то Предания Одного Народа Они Более Модные Более Доступные И Все на себя Это Примеряют Забывая о том Что у нас Было Очень Великое Прошлое И там Есть что взять Наши боги Создавали Здесь все То есть Наши предки Создавали Здесь все Создавали Условия Для того Чтобы другие Люди Здесь Существовали Другие Народы Для того Чтобы они Здесь развивались Проходили Своё Обучение А Мы Находясь Рядом С ними Повышали Свою Квалификацию Повышали Свой уровень Осознанности И так Дальше И тому подобное И поэтому Как-то сейчас Все вот как-то Привязались К одному Направлению Вот давайте Из этого Выходить Давайте уже Не будем Говорить Про сказания Иных народов Мы и так Всё это уже Прекрасно знаем Давайте теперь Будем разбираться В своих сказаниях В своих сказках В своём прошлом В своём наследии Мне кажется Это правильно Ведь китайцы Разбираются В своём наследии И мы не говорим Что это плохо У чукчи Есть своё наследие И это Замечательно У папуасов Есть своё наследие И отлично Кому-то Там-тамы подходят Кому-то Балалайки Кто-то На гуслях Хорошо играет Кто-то Ногами Хорошо Перебирает Это Дело Каждого народа Никто Не имеет права Кому-то Запретить Своё наследие Изучать Другое дело Что есть рамки Установленные Хозяевами Что можно На моей земле Делать А что нельзя На моей земле Делать Если хозяин Понимает Что это Вредит И ему И его Семье И его Обществу И его державе Он как хозяин В праве Это безобразие Остановить Но он не имеет Права Запретить Другим людям Что-либо Изучать Из своего Наследия Пожалуйста Изучайте Но Хозяин А то и хозяин Чтобы понимать Где изучение Приводит К разрушению И к переходу В какой-то уже Радикализм И к уничтожению И себя И других К паразитарству Например К паразитарным Каким-то взглядом Или образу жизни А где это Всё находится В рамках Именно культуры Наследия Вот Об этом Можно говорить Долго Здесь очень много Краеугольных Таких Камешков Может нам попадаться В этом разговоре Граней У каждого Камешка Очень много И об этом Нам наверное Мы касаемся И об этом Будем Еще дальше Говорить Но как-то Я вот так Обозначил Что опять же Если вы не Не являетесь Хозяином То в этом случае У вас нет Прошлого Нет прошлого Не будет у вас И будущего Владимир Избрянский Вопрос в эфир В одном из ваших Повторов эфира Было о пользе Чеснока И если Принимать на ночь Не раскусывая Очень полезно Для прочистки Организма Какой Примерный Период Приема Нужен И количество Я пробовал Такой метод Мы нарезали Мелко чеснок Мелко так Чтобы он был Такими кусочками Не совсем кашится Именно кусочками Мелкими кусочками После этого Убирали весь сок То есть Салфеточкой На салфетку Клали Промакивали Чтобы не было Сока у чеснока Чтобы кусочки Были цельные Без сока После этого Примерно Стакан 200 граммовый Стакан Чеснока Вот этого рубленого Набирался После этого Большой ложкой В рот И запивали Соком Сок может быть Разный Более всего Мне понравился Томатный вариант Томатный сок Кто-то любит Употреблять Другие соки Где есть мякоть К примеру Это может быть Сливовый сок И вот Этот стакан Он заглатывается Не жуя То есть Чтобы сок Не выделялся Вот такой способ Есть Дальше С увеличением Дозы Когда каждый день Маленькая доза Принимается Все больше 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 Доходим До полной И потом В обратную сторону Уменьшаем Вот Я применял Этот способ То есть Залпом Залпом Стакан Потом Ходишь И пахнешь Как колбаска Такая Начиненная Чесноком Писаешь Пахнет Какаешь Пахнет Дышишь Пахнет Пот выделяется Тоже пахнет Такая колбаска В человеческом Облике Ходит Ну ничего Зато Кое-кому это не нравится Не только снаружи Но и внутри У нас Главное Чтобы внутри Очистка прошла Сейчас я над собой Провожу эксперимент Вот я сижу У меня Вставлен катетер Например Я прокапываю Перекись О которой мы С Арирадом Неоднократно говорили Вот Сейчас уже Дошел 20 кубиков Вот Сегодня скорее всего Будут 25 кубиков Капать Перекиси Так что Нормально Экспериментирую Провожу эксперименты Прежде чем Что-то ляпнуть в эфире Сначала я провожу Эксперимент над собой Так Дальше Вестник Богов Вопрос в эфир Алексей Из моего личного опыта Встречал Странную традицию У некоторых знакомых Славян Фотографировать На похоронах Своих умерших Родственников И сохранять Их фотографии Откуда корни Этого действия Если оно тебе знакомо Наносное Оно Наше Славянское И в чем его смысл По твоему мнению Благодарю Вестник Богов Если у нас В древности Были фотоаппараты Ну то наверное Там так делали Я пока снимков В древности Не встречал Где бы были Тем более Изображены Покойники Как правило Изображались Все-таки Лики Живых Людей Или живых Предков Культ Смерти У славян Он особо Как-то так Не превозносился Культ смерти Был привнесен Если Внимательно Вы посмотрите На обряды Некоторых Религий То там Культ смерти Очень хорошо Просматривается Там Есть изображение Неживых Людей Неживых Божеств Неживых Святых И так далее Плюс ко всему Есть поклонение Уже Неживым Телам Частям Тела И так далее Вот Но как-то Я не припоминаю Чтобы у нас было Поклонение В таком виде Или фотографирование Или запечатление У нас есть Во-первых Крадирование Крадирование Это когда Сжигается Труп И если После него Остаются Какие-то Несгоревшие Части То они В домовину Укрываются И после этого В курган Ставятся И насыпаются На этом кургане На погосте Свой маленький Курганчик Или делается Своя Такая Небольшая Насыпная Ну кто-то Могилка Это называет Хотя это неправильно Делается На погосте Некоторое место Уединения Но Косточки Эти Все-таки Не В открытом виде Хранятся И до них Дотраги Нет Потому что Уже их Проводили Уже разделена Была Душа Дух И многие Живатмы Были уже Отделены От этого И там Там уже Все пропарено Прожарено Проварено Огнем Обработано И там уже Ничего живого Нет До этого Дотрагиваться Как-то Смысла Нет Но Память Вот Вы уже Говорили Что Нужны Какие-то Образа Образы Вот И Когда мы Говорили Про Заговоры Тоже Слышат Образы Память Все-таки Лучше Цепляется У человека К чему-то Что связано С кем-то С другим И поэтому Вот Всегда Была Такая Традиция Хорошая Правило Посещать Погосты И Мало того Что посещали Погосты На этих Погостах В зависимости Опять же От разновидностей Устраивались Какие-то Общественные Мероприятия Или личные Какие-то Мероприятия Когда На этом Месте Ну Ставились Даже Столы И Происходили Общее Или Личное Воспоминание Уделение Своей Пищей С усопшими Потому что Вот Как-то так Принято В этом месте Это проводить Кто-то Даже проводил Какие-то Мероприятия Кажущиеся Более веселыми Нежели Чем это На современных Кладбищах Делается Но Опять же В этом На мой взгляд Ничего такого Зазорного нет Потому что Все-таки Уход в мир Иной Это не какая-то Прямо уж Совсем Такая Трагическая Скорбная Неестественная Процедура Или действия Это Закономерность И Если Человек Уходит В мир Иной Это Говорит о том Что он Всевышно Перешел Свою Миру То есть Смерть Смерть Миру Перешел Ну Что Здесь Такого Трагического Все Мы Когда-то Миру Перейдем Остаются Добрые Воспоминания И Наши родичи Никогда с нами Не прощаются Почему именно На погостах Часто Это устраивается Я не могу Дать ответ Потому что Разно Разные Существуют Традиции Кто-то на погосты Приходит Только Лично Кто-то Устраивает Там Целые Мероприятия Все Общины По-разному Кто-то Считает Что Праздники Надо устраивать Дома Или В деревне На селе В общине А не на погосте А на погост Только Приходите Там Дары Какие-то Индивидуальные Класс Вариантов Огромное Количество Но То Что С Фотографиями Связано Мы Не Пропагандируем Культ Смерти Мы Не Запечатляем Усопших Наших Мы Не Привязываемся К телу Ведическое Миропонимание Оно Как раз Говорит о том Что К телу Привязываться Нельзя Это Всего-либо Скафандр Это Всего-либо Всего-либо Пиджак Одежда Которая Выдается Для Того Чтобы Человек Здесь В школе С названием Современным Земля Он Какие-то Прошел Уроки Вот Выдан Тебе Этот Скафандр Для Того Чтобы Ты Мог в него Заселиться И Здесь Существовать Ну Да Береги Его Поддерживай Энергетически Чтобы Он Был В хорошем Состоянии В чистоте Вот Но При этом Скафандр Не должен Быть Главенствующим Царь В скафандре Должен Присутствовать Царь В голове И тогда На свои места Но В конечном Итоге Закончился Учебный Сезон Для этого Человека Он Из скафандра Уходит Ну Что Сепер Нет Поэтому Скафандр Утилизируется А там Дальше Разберутся Что Делать Какой Новый Скафандр Давать Какую Новую Одежду Как Ее Украшать Куда Ее Поместить И так Далее Это Уже Разговор Другой Но Когда Мы Начинаем Привязываться К этим Скафандрам То Мы Начинаем Напоминать Папуасов Которые Создают Макет Самолета Из пальмовых Листьев Или Тростника Что-то Такого В надежде Что Боги Для этого Самолета Будут Сверх Что-то Сбрасывать Или Души Мертвых На этом Самолете Улетят Ну вот Примерно То же Самое То есть Надо Понимать Что такое Тело И тогда Все стоит На свои Места И ответ Будет Очевиден Дальше Вопрос В эфир От Владимир Изматич Про Напитки Ты Следуешь Инструкциям Нему Вакина Про Соду И про Перекись Значит Так По поводу Соды И перекиси Да Иногда Я Применяю Различные Варианты Растворов Соды И перекиси В зависимости От того Нужны Они Или Не нужны Вот Приобрел Когда-то Тестер PH Который Показывает Уровень Закисленности Или Зачелоченности Воды Жидких Различных Сред В том числе Мочи И В общем-то Помогать Надо разобраться А что же там происходит Вот Например Проводил Эксперименты Берешь Съедаешь Вот Питаешься Нормально Не употребляя Каких-то Закисленных Продуктов И Захотелось Провести А как влияет Например Белый хлеб Или Какие-то Пряники Или Какое-то Варенье И так далее Берешь Три пряника Три ложки Варенья По-буржуйски По-мальчишески По-хишески Это все дело В себя засунул И Запил водой Ну как у нас Большинство людей Вместо чая Воду я применил Хотя если пчай Я думаю Эффект бы больше был Вот Уровень мочи Ближе к вечеру Он где-нибудь До семерочки Должен быть Шесть с половиной Семь И вот смотришь До этого У тебя было В этом диапазоне А после приема Где-нибудь так Через часика Ну может быть Через час Может быть Через минуту Через сорок Опять замеряешь Смотришь На единичку Понизилось То есть Закисление организма Резко произошло Казалось бы Там что Три пряничка Немножко сахара Добавил С вареньем Вот так это все действует То есть Когда вы проводите Эксперименты Опыт вы понимаете Какая пища Вам больше подходит Какая меньше подходит И тогда вопросы О вегетарианстве Вопросы о сыроедении Или не сыроедении Вопросы о моноедении Или моно Или не моноедении Полиедении Они сами собой Отпадают Вы все видите Наглядно И вы сами подбираете Ту диету Которая вам нужна На данном этапе Напоминаю всем Что человек Все-таки Когда питается Он Не совсем сам Все это перерабатывает Все-таки Человек состоит Не только из воды Он состоит Из огромного количества Бактерий Живых организмов Которые могут быть Или зловредны Или доброкачественны Для него И если у нас Больше помощников То эти Живые организмы Помогают нам Переваривать Эту пищу Они первично Ее ферментируют Они первично Ее разделяют На какие-то Полезные вещества Что-то выбирают Что-то там еще делают И так далее Помогают нам Ее усваивать И поэтому Если человек Питался какой-то Пищей Ну, к примеру Долго ел мясо И вдруг ему захотелось Стать не с того Ничего вегетарианцем И он говорит Все, с сегодняшнего дня Я становись вегетарианцем Вот И начинает трескать То, что Вегетарианское Не употребляем мясо А бактерии-то Они, как об этом Были предупреждены А сменились ли Бактерии На те, которые Готовы перерабатывать Вегетарианскую пищу Нет, не сменились И мясные бактерии Которые работают с мясом Они, которые вы Долго так лели И холили Воспитывали Они в большом количестве У вас присутствуют Они же не могут В один день перестроиться Вот Поэтому это надо Все учитывать И вот тут Начинаются иногда Ломки с человеком Он говорит Да что ты Фигня какая-то Вегетарианцем Я чуть не помер Там У меня и диарея началась Или там Запоры начались И там Весь зеленый стал Синий И так далее То есть Вот тут как раз Подходит принцип Никакого фанатизма И все в миру Постепенный переход С одного питания На другое Ведь не даром Наши древние Мудрые прачуры Применяли посты То есть Посты Которые были Привязаны К сезонности Вот сейчас Например Много у нас Зелени вокруг Еще В средней полосе России Много Фруктов Овощей Корнеплодов Которые растут В большом количестве Это надо употреблять Лучше это всего Употреблять В свежем виде Не обжаренном Не проваренном Не пропаренном Вот как они есть То есть Заниматься сыроедением Потом К примеру Вы переходите Видите что меньше Стало этих продуктов А вы уже наготовили И засол у вас есть И квашение у вас есть И высушенные Какие-то вещи есть И где-то замороженные Что-то есть Что-то хранится так Естественно Что Лучше Чтобы побольше Было у вас В сыровом виде Но вы же не можете Уже получать с грядки Это все у вас Уже хранится И поэтому Добавляются уже Консервированные продукты Потом наступает момент Когда надо питаться Больше уже Консервированные Продуктами И потом опять Возвращение к тому Что опять появляется Зелень какая-то И появляются Первые Ростки Вы можете уже Больше принимать Вегетарианскую пищу Уже в сыром виде И вот для того Чтобы разграничить Это все Чтобы не было Такого навала Одно-другое Присутствуют посты Вплоть до голодания Когда вы В течение недели Или двух недель В зависимости Какой пост Вы переходите С одного вида питания На другое Логично-логично Просто-просто Так что Если не быть фанатиком Чего-либо А смотреть здраво То тогда Вы будете Одновременно И вегетарианцем Одновременно Вы будете И сыроедом Одновременно Вы будете Здоровым человеком Вот и все Но никакого фанатизма Нельзя допускать Я не люблю Зеленых По цвету Людей Которые Больные Все Сами по себе И доказывают Другим людям Как это здорово Быть там Вот тем-то Тем-то Но при этом Больные И еле стоящие На ногах У меня есть знакомые Хорошие знакомые Которые Себя относят Вообще К сыроедам Они питаются Сыроед Ну сыроедят Вообще Круглый год Но они правильно Питаются сыроедем Они занимаются Спортом Там например Там 120-130 килограмм Отжать Какую-нибудь там Штангу В лежачем положении Для них Не вопрос вообще Вот Прыгнуть там На 3 метра Без разбега Тоже не вопрос Там подтянуться Множество раз И так далее Сыроеды Но они тратят Зимой Очень много денег На то Что они покупают Дорогие продукты У нас был эфир Говорили Что с одной стороны Это бизнес Наживается на этом Но с другой стороны Есть те Которые не очень богатые Они летом сыроеды Осенью Они полуеды А зимой Они обычные вегетарианцы Которые путают И кашу И солень И много чего другое Потом опять переходит И вот Такой образ жизни Их вполне устраивает Они здоровы сами Они при этом Много денег На спороживание Не тратят И в общем-то У них с головой Все нормально Не болеет А есть люди Которые что-то Наслушались Но при этом Постоянно болеют И другим доказывают Как это здорово На мой взгляд Это неправильно Вестник Богов Вопрос эфир Хотелось бы узнать Какой версии Слова Раб Ты склоняешься К версии Калавра Тахиневича Раб Рекомы Бедой Или Ольги Заблудской Раб Ра Божий То есть Свет Божий Или у тебя есть Своё понимание Ведь есть Подобные слова Невольник Узник Пленник И слово Аббревиатура Раб Может действительно Носило положительное значение Корень Ра Думаю Не зря Благодарю Ой Такой вопрос Достаточно интересный Я принимаю все версии Вот абсолютно все версии В данном случае И не считая это Каким-то лавированием Между какими-то Известными людьми Почему? Потому что В разные времена Ещё раз говорю У нас очень Огромнейшее прошлое Протяжённое Во времени Прошлое И У нас было множество Различных Неприятностей Воин-катаклизмов Которые нас Отбрасывали назад Чуть ли там Не в каменный век И Были Моменты Очень Высокого Уровня Развития Которые мы сейчас Достигнуть не можем Тем более Что к нам постоянно Пребывали наши Наставники Которые Помогали нам Подняться Из каменного века И После определённой Очистки Уроков Здравомыслия Подняться На уровень Созидателей Становления Нас Богами На этой земле Поэтому В разные времена Слово Раб Могло употребляться С разной точки зрения Например С двумя Точками С двумя Б Раб Это может быть Раб Как например Там Божие Да Или там Ещё что-то Вот А Если Писать Например Там Не а Какую другую Буквицу В слове Раб То Может быть Там реком Самой бедой Ведь Надо Помнить Что Буквиц Было Достаточно Большое Количество И Вроде бы На первый взгляд Произнесение Одного и того же Слова Имело Разный смысл В написании Об этом Мы много раз Говорили В своих Передачах Это всё Надо учитывать Дальше Мы сейчас Пишем На всё-таки Современном Упрощённом Русском Языке И поэтому Что там Имелось в виду Какая буква А Или сколько Букв Б Или сколько Там ещё Каких-то Букв Или окончаний Могло быть Я не знаю Поэтому я Принимаю В данном Случае Все точки Зрения На мой взгляд В современном Варианте В современном Варианте Ещё раз говорю Слово Раб Раб Имеет Негативный Смысл Вот Но Что там Было в древности Опять же Отталкиваясь От того Какие Буквицы Там писались В какое Время Они писались Там Вариантов Может быть Много Смысловых Ну что Давайте ещё Прервёмся Я последнюю Партию вопросов Загружусь Таковы и есть И после этого Будем Когда я на них отвечу Будем заканчивать Наш сегодняшний эфир Итак Музыкальная пауза Около трёх минут Продолжаем разговор Итак Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напоминаю Что сегодня у нас На одном из современных Календарей Значится 25 августа 2016 года Четверг По одному из старинных В очередной раз говорю По одному Календарей Огромное количество было Пятнадцатый день Месяца завершения Лето Это 7524 Третьейник Мы не говорим Про причины И цели Индустриализации И коллективизации СССР Которые должен Нам был Раскрывать Автор Ну не должен А предлагал Раскрытие Автор С ведущей Фролов Юрий Андреевич Так случилось Что не получилось На сегодня Со связью Поэтому Сейчас у нас Разговор На свободную Тему Вопросы Я все Взял Из чата Больше вопросов Я не принимаю Вот в чате Такую черту Рисую Вот нарисовал Черту Видно Нет ее Да видно Вот она Появилась Все Это значит Черта Когда мы Больше вопросов Не принимаем Я возвращаюсь Тем вопросам Которые В начале Музыкальной паузы Я начал Забирать Из общего Чата К себе В свой Маленький Чат И вот Появился Такой вопрос В эфир От Сергея Из Краснодара Как вы думаете Один в поле Может быть Воином Если ответ Да То что Нужно делать Чтобы приобрести Такие Качества Как-то Я тоже Задавал Такие вопросы Разным людям Очень уважаемым Мною И В свое время Получил Простой ответ Это наша Древняя Старинная Наука Один в поле В воин Если он По-русски Скроен Дальше Появились Варианты По-казачий Скроен И так далее То есть Если мы Все Понимаем Кто мы На этой земле Если мы Понимаем Что такое Смерть Что такое Жизнь Что такое Видовство Кто мы Для чего мы То в этом случае Наверное Мы живем По промыслу Божьему Если мы Живем По промыслу Божьему Значит Мы на божественной Стороне А если Мы на божественной Стороне Тогда Кто Может быть Против Нас Вот и Все Если Мы на божественной Стороне То никто Не может быть Против Нас Как только Мы стропки Божественной Сворачиваем Против Нас Становятся Все В том числе И наши предки Потому что Мы их Предаем И вот Тогда Тут Хоть Целую Радь Поднимай Будем Разбиты Ведь Для Наших Предков Для наших Богов Нет Препятствий Нет Невозможного Они Создали То Что Для Простого Человека Вообще Невозможно Себе Даже Представить Что Это Можно Создать Но Они Это Все Создали Кто Кто Может Создать Например Вселенные Населить Их Людьми Чтобы Они Стали Вселенными Населить Их Существами Различными Дать Возможность Там Развиваться Кто То Из Нас Сейчас Это Может Сделать Для Нас Это Немыслимо Это Невозможно А Наши Предки Это Все Сделали Но Если Они Все Это Сделали Что Для Них Может Быть Невозможного Здесь В том мире Который Ими Создан И Даже Если Вы Выходите Один В поле И На Вас Идет Вражеская Рать Но Если Вы На Стороне Богов Ну Что Это Сборище Каких То Людей Недоумков Непонимающих Кто Вы Может С вами Сделать Смерти Нет На Этой Земле Смерти Нет Смерть Это Все Смена Скафандра Переход В мир Иной Для Того Чтобы Получить Новый Скафандр И Продолжить Обучение Здесь Или На Проделал Собой Результат Есть Жизнь Уже Радостнее Стала Но Все Равно День Живу Нормально День Жить Не Охота На Грани Смерти Был Три Раза Понял Что Еще Рано Мне И Своё Предназначение Еще Не Выполнил На Земле Раньше Много Пил И Курил Курил Травку Сейчас Два Года Живу Трезво Прошел Спец Курс Трезвой Жизни Я Рад Что Спец Курс Пройден Опять же Все у нас Водится Вот Мне Наверное Надо Просто Записать Одну Фразу Когда Человек Понимает Кто он На Этой Земле Понимает Свою Цель То В этом Случай Он Становится Тем Кем Он Должен Быть Если Он Тот Кто Он Должен Быть То В этом Случай Препятствия На Земле У Него Нет Распечатать И больше Ни одного Эфира Вообще Не запускать И Тогда В общем-то У человека Нет Ни препятствий Ни каких-то Противоречий Он Живет И развивается Давайте Разберемся Цель Жизни Человек Какая Ведь Ну Не просто Приехать Сюда На Землю Как Турист Прокатиться Сфоткаться И уйти Наверное Цель Жизни Это Несколько Другая Получить Что-либо Здесь Взять Что-либо Отсюда В дальнейшем Это все Применить Вот Когда Вы Начинаете Так Относиться К жизни То В этом Случае Наверное Все у вас И идет Так Как Надо Опять Живите В конве Божественной Не Идите К демоническому Ушли От Демонического Развивайтесь В божественном Вопрос Эфир Какие Медитативные Практики Заговоры Обращения К богам Алексей Используйте В повседневной Жизни Как они Влияют На жизнь Окружающий Мир Ну Значит Вот В том виде Как медитации Я не занимаюсь Чтобы сидеть Слыми днями И медитировать Как-то Мне Показалось Что мне Это не надо Я занимаюсь Другим Ну К примеру Утром Встал Пошел На улицу И как В анекдоте Когда поручик Ржевский Вышел на балкон И увидел Как все здорово Сказал Какая красота Да Аеха ему Ответила Не совсем В рифму Вот Ну У меня Аеха отвечает Нормально Я не ругаюсь Вот Поэтому Как-то Когда я Здороваюсь С окружающим миром Желаю всем Здравия И Благодарю То Что я Наконец-то Увидел В очередной раз Эту всю Лепоту Эту всю Красоту То Мне становится Радостно На душе И Во все стороны Я испытываю Как от меня Расходится Эта радость Когда я Вижу Солнышко Я так же Здороваюсь С ним И благодарю За то Что мы Получаем Тепло Свет Энергия Земля Матушка Небеса Вот Обязательно За столом Когда сажусь То благодарю Наших предков Наш род За то Что вот Дают Возможность Попитать Свои телеса И Благодарю За то Что вот Все это Во славу Богов Предков наших Когда я Ложусь спать Я желаю Всем добра И Своей Матери Небесной Своему Отцу Небесному И братьям И сестрам Небесным И роду И всем Легам Орлегам И прочим Прочим И всем Сущностям И всем Людям И матери Земной И отцу Земному И братьям И сестрам Своим Земным Всем я желаю Добра Всем я желаю Спокойной Ночи Здравомыслия Я чувствую Что все это Расходится Вот такая Медитация Постоянно Вспоминайте О своем Роде Постоянно Вспоминайте Для чего Вы здесь Живете Постоянно Вспоминайте Что вы должны Здесь сделать Для того Чтобы этот мир Есть медитация Заговоры Заговоры Это дополнение Я давно уже Заговорами не занимаюсь Я говорю Я прошел Это все дело Я увидел Как это все работает Осознал И пошел дальше Но обращение К богам Простое Как мы общаемся Своими родичами Встретил Улыбнулся Обнял Все хорошо Замечательно Рад что Вместе Рад что Помогаем Друг другу Главное Ведь не то Чтобы тебе Боги помогали А чтобы ты Не забывал О богах Вот это самое главное А чтобы ты не забывал О своем божественном Чтобы ты не забывал О своих родах Потому что Не гоже быть свиньей Подзаборной Иванами Не помнящими Родства А с родичами Всегда общаются Как с простыми Хорошими Добрыми Своими родными Людьми Близкими Вот так И общаться Надо Я общаюсь Вот так И В повседневной Жизни Все это Применяю Как влияет На жизнь На окружающий мир Огромное количество Случаев было Когда Просто эта помощь Она Явно Ощущалась И происходило То что Не может быть Вообще В этой жизни Ну просто Не может быть Удивляются люди Как такое могло С тобой произойти Я говорю Ну так происходит И все Так и произошло Просто это нужно было Чтобы оно сделалось И оно произошло Оно и происходило Позвольте Я не буду Во всем рассказывать Потому что Есть моменты Которые Мне скрывать нечего Но могут показаться Сказочными Удивительными Дальше Аркуинон Алексей Здравствуй Подскажи Где можно найти Информацию О первых Разработках Русского компьютера На троичном коде Может быть У тебя есть Какие-то данные Об этом Хотя бы ссылку Благодарю Аркуинон Нет у меня Такой ссылки Не поделюсь Не знаю Ищи Вопрос в эфир От Владимира Измитича Алексей А каково Оценочное количество Твоих Действительных Соратников А не теоретиков Поставил мне Такой вопрос Тупик На самом деле Потому что Я не знаю Что имеешь Ввиду Владимир Под словом Соратники И Действительных Те которые Что-либо Действительно Делают Соратников Огромное Количество Ведь Мысль Она тоже Материальна И бывает Что Ну давайте Ладно Пример один Приведу С жизнью Как-то Одно Предприятие Там Где я Работал Оно Ну чувствовалось Я не очень хорошо Всякие там Проходили Как в стране Часто бывает Кризис И там Курсы доллара Евро Прыгали туда-сюда Вот И Я Оставил себе Задачу Что мне Необходимо Какое-то время На этом предприятии Продержаться Потому что Нужно было Набрать Денег Для того Чтобы Вот Проект Запустить Полезный Нужный И там Все директора Бегали Прыгали Хватались За голову Я говорю А что вы дергаетесь Прыгайся Я вам помогаю Да как ты можешь помочь У тебя что там Миллионы есть Я говорю Для того чтобы помочь Не обязательно миллионы иметь Просто я до тех пор Пока с вами здесь У вас предприятие Будет держаться Не то что на плаву Оно будет Нормально функционировать Вы будете Оплачивать зарплаты Вы будете Существовать Вы будете Закупать Необходимое оборудование Только дурака Не валяйте Главное что ты сказки Рассказываешь Ну выкрутились Все нормально Вот А потом Когда я уже На нужное количество Того что мне нужно было Получил И увидел Что там Люди за голову Не взялись Я просто-напросто Принял решение Расстаться Ну в конечном итоге Произошло что произошло Вот То есть Помогать можно по-разному Можно помогать Мысленно Как я уже сказал Любая мысль Материально Можно помогать Финансы Финансы Это кстати Очень примитивная энергия Очень примитивный уровень И Многим Просто тем Кто развивается Останется неинтересным Вот Поэтому Что здесь имеется ввиду Каково оценочное количество Твоих действительных соратников Я могу сказать Все кто слушает радио Они так или иначе Мои соратники Даже те Которые меня ругают Даже те Которые говорят Что это радио не нужно Почему Потому что Благодаря их Наездам Их критике Мы становимся лучше Мы становимся сильнее Мы понимаем то Что мы упустили Что что-то мы не донесли Или донесли не так Если мы донесли не так То мы не донесли Изначально Что-то мы не доделали Что-то мы сделали не так Вот А теоретики Но опять же В любом случае Любой Даже практик Изначально теоретик Поэтому вопрос Очень такой Интересный Если вот Подходить с точки зрения Конкретного Взял руками Например Что-то сделал Не знаю Потому что Опять же Участие Кто-то предоставил Компьютер Кто-то предоставил Там Ложил деньги Там Уплатил интернет Кто-то прислал Просто денежку Там на общие Какие-то Там вопросы Решайте Да Вот Кто-то написал Текст Прислал его Кто-то озвучил Кто-то сказал Давайте-ка я нарезками займусь Это соратник Соратник Действующий Действующий Ну просто по-разному Проявлены Поэтому не могу сказать Больше будет Я буду рад Быстрее дело пойдет Однозначно Быстрее сдвинемся Проектов Огромное количество Которое можно Воплотить в жизни Которое Очень быстро Нам помогут Вернуть Состояние державности Полезной всем Абсолютно всем Кто на территории России И ближайшего Зарубежа Живет Изменить Теперь к лучшему Дальше Я Гриша Что ты думаешь О концепции Общественной безопасности КОП Я считаю Что нам с ними Нужно объединяться Там вроде Здравомыслящие люди Гриша Я считаю Что концепция Общественной безопасности Прекраснейшая Разработка Где люди Проделали Колоссальный труд Для того Чтобы разобраться В тех вопросах Которые На которые Много Пытались найти ответов Многие люди Но на которые Ответов До них В полной мере Не получали Инструментарий Замечательный Шикарный Люди Есть там Вполне здравомыслящие С которыми Не то чтобы Надо объединиться С которыми Уже вроде бы Даже как-то И общаемся И нормально Все хорошо Вот Если Есть неадекватный Человек То где-то То это Не означает Что само движение Или инструмент Которым пользуется Неадекватный человек Плох Или плохое В любом направлении Есть адекватные люди Есть неадекватные люди Поэтому Если касаться Точки зрения Коп Как научному Труду Это Высочайшая оценка С моей стороны Если касаться Тех людей Которые Его создавали Тоже Высокая оценка Потому что Это люди Мыслители И у них Очень Очень Хорошие Посылы Если касаться Наполнения И применения Это другой разговор Можно Ножиком Например Морковку Шинковать А можно Пойти Кого-то Зарезать Так что Инструментарий Не отвечает За Того Кто этим инструментом Пользуется Надеюсь Я ответил С КОБом Я готов Дружить Готов Объединяться Готов Создавать Проекты Главное Чтобы Люди Которые Представляют КОБ Были адекватными Наша задача Сейчас Объединяться Наша задача Выходить Из той ситуации Которую мы Когда-то Позволили Чтобы она Случалась И если мы Позволили То никто Кроме нас Самих Из этой Лужи Нас Нас Не Вытащит Вестник Богов Вопрос В эфир После Употребления Соды По Неумывакину Есть Интересный Эффект Не Хочется Есть Какое-то Время Сталкиваться С этим Велим Алексей Если Да Объясни Природ То есть Очень Просто Кислотность Понижается В желудке Рецепторы Не раздражаются И все Плюс Ко всему Есть Индивидуально Еще Организм Индивидуально Еще Реагирует На соду Когда Просто В крови Появляются Те составляющие Которые Не вызывают Еще дополнительно Такого Ощущения Что Хочешь Что-то Сгрызть Чего-то Не хватает Повышается Щелочность И так далее Здесь Все Объясняется Просто По химии Владимир Вопрос В эфир От Владимира Алексей Если Капаешь Внутрь Себя Раствор Переки Значит Поставил Цель Прожить Круг Жизни Владимир На мой Взгляд Человек Не определяется Продолжительностью Жизни Качество Человеческой Жизни Не определяется Ее Продолжительностью Человеческая Жизнь Уникальна Сделать Можно Многое За малое Время А можно За Продолжительный Участок В своей Жизни Не сделать Ничего Мало того Можно сделать Так Что потом Придется Отрабатывать Очень-очень Много Чего Другого Недаром Есть такая Поговорка Что 200 лет Те жизни Из них 100 лет Раком ползать На карачках Вряд ли Какой-то Здравомыслящий Человек Захочет 200 лет Из которых 100 лет Он будет на карачках Ползать Поэтому я не ставлю себе Задачи прожить долго Я ставлю себе Задачу прожить Качественно Сделать как можно Больше полезного Для себя Для своего рода Для своей семьи Для своих Близких людей Для державы Вот такая У меня задача Как могу Так и делаю Хотите присоединяться Присоединяйтесь Не хотите Присоединяться Не мешайте Стойте в сторонке Наблюдайте Вот Сколько проживу Сколько Нужно будет Столько проживу Нужно будет Завтра уйти Я готов Я могу И завтра уйти Нужно будет Через 100 лет Пожалуйста 100 лет Как котелок Буду пыхтеть Но я не ставлю Целью продолжительность жизни А испытать это надо Вот я испытываю Дальше Добрыня Вопрос в эфир Я Добрыня Из Краснодара Здравия всем Как стать счастливым Но на этот вопрос Уже отвечали Так что Повторяться Наверное не буду Счастливым Просто стать Я уже отвечал Осознай все Кто ты Для чего ты Ну и будьте счастья Ну что ж Вопросы я больше Как сказал Не принимаю Сейчас я просто Так пройдусь Взглядом Благодарю За позитивную беседу Всем доброй ночи Ну вот Можно считать Что Своим присутствием Эфир был Моим присутствием Эфир был Заполнен Как там Про Этих Пугачева-то пела А мной заполняют Перерыв Да Вот Такой я тут На манеже Повыпендривался И теперь Можно сказать Что все у нас Получилось Все замечательно Напоминаю Что сегодня У нас По одному из календарей 25 августа 2016 года Четверг По одному из старинных 15 день Месяца завершения Лета 7524 Третийник Причины и цели Индустриализации И коллективизации СССР Не разбирались В этом эфире Потому что Автор-соведущий Фролов Юрий Андреевич Не смог Нас посетить Из-за Отсутствия Интернета В этот раз А мы говорили На свободную тему То есть Я воспользовался Своим служебным положением И просто Пообщался Своими хорошими Добрыми друзьями Желаю вам Всего самого-самого доброго С вами был Алексей Орлов Народно-славянское радио До новых встреч Услышимся Народно-славянское радио Все нужно Все важно